Был изготовлен вот такой вот шлифовальный станок. Электромотор от стиральной машины через конденсатор подключен и такая вот оправка. На эту оправку одевается вот такой вот диск из фанеры. С одной стороны шлифовальная бумага, с другой стороны его выкрасили в чёрный цвет, чтобы меньше отражался цвет. И выполнены прорези. Этот диск устанавливается таким образом, что шлифовальная бумага оказывается внизу. Таким болтом притягивается. Вот включаем его. И теперь получается через прорези Видно изображение. То есть как бы диск получается полупрозрачным. Это позволяет при обработке деталей видеть непосредственно обрабатываемую в данный момент поверхность. Дополнение к ролику про шлифовальный станок. На этом же станке кроме шлифования шкуркой можно выполнять и полирование. Для этого диск с наждачной шкуркой с прорезями заменяется на диск с войлоком. У этого диска прорези не делаются по двум причинам. Первое. Войлок рыхлый, поэтому быстро размахряется и загораживает прорези. А плотный фетр найти трудно. Во-вторых, при использовании пасты ГОИ качество полировки в процессе работы определить нельзя, так как поверхность мутная от самой пасты. И для контроля полировки приходится каждый раз протирать поверхность тряпочкой. То есть полирование производится все равно вслепую, как бы. Вот берется шарик, к примеру, и производится полирование. Плохо закреплен. И тогда вот протирается тряпочкой и вот видно, что поверхность отполировалась.